Ребят, всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня я вам сниму видео, будем вместе со мной разбираться в шкафах у Йоланды в комнате, у моей дочери в комнате, то есть в детской. Да, я никогда не называю эту комнату детской, потому что, ну не знаю, мне кажется, она не совсем такая уж прямо, чтобы детская, более комната для девочки. Вот так. И я вам буду вставлять параллельно, может быть, ну параллельно в этом видео, что я приобрела вообще, что я планирую сделать. Я хочу сегодня разобрать ее шкаф книжный, где у нее стоят какие-то игры настольные, какие-то книги. И сейчас покажу вам, я хотя бы, по-моему, уже снимала. Вот так это все выглядит, то есть вот этот книжный шкаф Билли, если я не ошибаюсь, но я вам его подпишу еще точно название. То есть здесь у нее все цветное. Видите, вот этот шкаф книжный у нее стоит. Я здесь как бы не разбирала его, все равно вот это все цветное меня, если честно, выводит, наверное, из себя, потому что можно было бы сделать и лучше. То есть, когда заходишь в комнату, вот так, этого не видно, конечно, да. Только из-за этого мы поставили вот с этой стороны вот эти шкафы. То есть, если бы стоял шкаф вот с этой стороны, то есть, когда заходишь в комнату, все прекрасно видно. Поэтому у нее здесь были вот эти органайзеры ярко-розовые. Вообще, это, по-моему, даже мои были, потому что это был раньше мой шкаф. Потом вот эта металлическая корзина. На металлическую корзину я, кстати, наверное, скорее всего, Анжела отдам на стол поставить. Вот, для его бумажек. А ее вот эти книжки нужно как-то красиво поставить. Поэтому взяла в Икее вот такие две упаковки. В упаковке их четыре штуки, вот этих органайзеров. Взяла картонные, потому что, на самом деле, пластиковые они дороже намного стоят. Да, они классные, мне нравятся, но они дороже. И так как она ими часто не пользуется, вот этими вот всякими, ну, то, что у нее стоит. Поэтому, по сути, нужна просто как бы упаковка, где бы это все стояло. Я их собрала сейчас. Стоит очень дешево, собираются тоже очень легко. Название самого продукта. И вы знаете, вот эти все восемь штук я сейчас взяла вот так пачкой, примерила сюда. Идеально влазит то, что не влезет у нее в органайзеры, в эти бумажные. Я взяла ей несколько коробок, по-моему, коробки четыре. Вот такие. То есть, они приходят в таком виде. Только что получила посылку вот с Икеи просто. Называется так, по-моему, так же, что ли называется. Такой же бренд. А, нет, здесь вот это название. А это уже название вот такое. Размер коробки смотрите. Останавливайте видео. Смотрите размер коробки. И тоже очень-очень просто собирается. Картон здесь намного плотнее, чем вот органайзеры. До этого я вам показала. Крышка готовая, цельная была. А вот эта вот сама коробочка, она собиралась. Тоже все просто. Потом вставляется вот такое дно и закрывается крышкой. Единственное классное, вот мне, знаете, в чем идея сама понравилась. Опять же, здесь может ребенок даже что-то нарисовать, да, сверху. Я видела в Икеи, по-моему, или где-то я видела картинки. То есть, ребенок может это нарисовать. Можно оставить просто белый. Можно сложить все. Можно поставить в ящики туда, вовнутрь. Можно просто даже на открытых полках. И то есть, это будет однозначно смотреться лучше. Цельнее картинка будет, нежели вот такой информационный шум, да, как сейчас мы называем. Так что осталось все собрать и потом буду организовывать. Одежду я сегодня трогать не буду, потому что в прошлом видео я вам показывала, как я начала у него в гардеробной организовывать вещи. Вот именно какие-то маечки, носочки, трусики, то есть корзинки. Корзинки я сказала, что я не докупила еще, но сегодня, вот их должны, сегодня пятница, сегодня их должны привезти. Поэтому я попозже, уже ближе к вечеру, поеду в магазин и посмотрю, привезли или нет. Так что сегодня вещи, поэтому в другой раз буду разбирать, потому что у нас еще не случился, не произошел такой обмен, смена гардероба, вот именно с летней одеждой на зимнюю, поэтому пока что это откладывается. Но сейчас переходим к шкафу. Итак, ребята, я хочу сначала поставить все и посмотреть, как оно, что будет стоять у меня, а потом уже буду заполнять коробочки. Девочки, ну смотрите, вот примерно вот так пока поставлю. На нижнюю полку я поставлю ее вот этот чемоданчик LOL, потому что она играет им постоянно, поэтому он отправится обратно на место. Я не говорю, что она останется вот так навсегда, но постараемся. Теперь в эти коробки я хочу сложить, наверное, ее книги. У Йоланды книг не так, чтобы супер много, но есть. У нее причем здесь и русские, и греческие. Так, не помещаются, наверное. Нет. Книги я, наверное, сюда сложу и поставлю их вниз. Наверное, я все переделаю. Посмотрите, я вот думаю, может быть, ей книги, чтобы они были у нее в лучшей такой доступности, может быть, я вот сюда вниз их спущу, вот на эту полку. То есть, чтобы у нее была больше вероятность достать книги отсюда, нежели доставать целую коробку. Ну и здесь их, в принципе, вот так развернул, и их уже видно. Итак, вот эти нижние органайзеры я спустила и приспособила их для книг. Надо вот, наверное, вот эта у меня пустая осталась. Что-то вытащу, сделаю немного посвободней, чтобы сюда переложить. И так они идеально стоят. То есть, ей не тяжело будет вот так выдвинуть, вытянуть, то есть, взять то, что нужно. Дальше есть две вот такие большие книги, которые не поместились ни вот в эти коробки, ни в эти органайзеры. Поэтому я их положила просто так. Это, я говоря, была какой-то корзиной здесь. В общем, ладно. Игры тоже настольные не поместились. Я их оставляю тоже в этой корзине. Здесь вот ещё одна игра. То есть, ладно, окей, пускай они стоят так. Пока что, да, пока я ещё что-то не придумала. Вот там всё переставляла-переставляла книжки, но вот эти две книги я в итоге их убрала наверх, потому что они слишком как-то ярко внизу здесь смотрелись. И сейчас я разбираю её вот эту вот мелочёвку. В итоге игры, смотрите, куда я убрала настольные, тоже вот сюда вниз. У неё здесь там какая-то косметика или бижутерия, не знаю, что-то там лежит. Вот сюда эту коробку убрала с играми, то есть она здесь как бы рядом с Йоландой. И, в принципе, здесь игрушки разные лежат. В этих коробках у неё есть одна коробочка со всякими такими ленточками, какие-то штучки для рукоделия. Ну, то есть она что-то там бывает делает. А в этой коробке у неё пеналы, какие-то карандаши, фломастеры, ну, то есть которые мы уже разобрали, которые как бы она, которыми пользуется, да, то есть она знает, что они здесь лежат. Дальше вот эта вот штука, вот эта полка. Здесь какие-то, ну, я не знаю, ракушки, то есть мелочёвка. Сейчас посмотрю тоже, куда это засуну. И вот эти шкафчики для меня это какой-то кошмар-кошмарный. Пока не трогаю. Что я делаю сейчас? Я складываю вот в эти картонные коробки, в эти картонные коробки, то есть что у неё осталось, куда я что-то не уместила. То есть здесь у неё таблица, что-то по учёбе, какие-то рисунки. А в этой коробке у неё тоже разукрашка. Ну, то есть тоже такая мелочёвка, которую нужно куда-то спрятать. Ну, и здесь какая-то грамота у неё со школы, по-моему. Ну, и теперь, теперь, ребята, мне нужно вот эти мои органайзеры разобрать, потому что я хочу поубирать вот эти ярко-розовые картонки, коробки. Но здесь у меня мои книги, кстати, вот лежат по-греческому. Поэтому тоже скажу сюда. Самоучитель греческого. Так, разговорники, книжки. А, это моя грамота, то, что я посещала, ну, сертификат, то, что я посещала по фотографии воркшоп. Тоже сюда пойдёт. И здесь тоже разная мелочёвка, которая с воркшопа по фотографии, какой-то диск здесь же. Потом билеты с Диснейленда. Ребята, не поверите, билеты с Диснейленда, как память лежит ось в порт. Ну, и какие-то... Ну, какая-то мелочёвка, в общем. То есть это, по большей части, моя коробка получилась, но мне её пока тоже некуда засунуть, поэтому она здесь будет стоять. Йоланде она, в принципе, не мешает. И убрала я её прямо вот на самый-самый верх. Вот так уже смотрится намного-намного лучше, чем когда это было всё цветное наружу. Я не знаю, я поставила сюда этот цветочек, но, возможно, уберу, потому что Йоланда хотела его вообще, если честно, вот здесь на столе. Ладно. Нашла я её одну рабочую тетрадь по истории, она её потеряла, и я её нашла. Оказывается, она в книжках лежала. Я не знаю, кто её туда засунул. Вот это пускай там стоит. Книги здесь. Здесь в итоге у меня пустая коробка пока что. Здесь у меня вот что-то моё. Цветочек один здесь тоже пускай остаётся. Вот он. Здесь у неё в итоге одна коробка, где у неё всякая там и таблица нажения, и какая-то разукрашка, и карты. Она играет в карты. И одна пустая коробка. То есть на случай того, что когда ей нужно что-то будет положить туда. Вот. Все книги русские и греческие вот в этих органайзерах. Чемодан Лол также остался здесь. Вот эта подставка для книг. Надо вот это что-то с этим сделать. Вот. Здесь у неё я вам уже показала. То есть какие-то коробочки. То есть я вот эту вот штуку так и не поменяла. Вот так вот у неё всё выглядит. Игрушки. Часть какая-то здесь. Мы, кстати, очень много игрушек отнесли бабушке. Очень много отдали. Но вот эти игрушки вот с кем она спит. Здесь тоже какая-то мелочёвка. Повыкидывали опять. Настольные игры здесь. Косметика. Там её какая-то бижутерия. Не знаю. Там. Здесь у неё тоже какие-то игрушки деревянные. Ну, то есть я оставила то, что она чем играет. И новый её дом. Так. И остались вот эти шкафчики. Я сейчас вытащу и посмотрю, что там вообще есть. А вот это, как я уже сказала, уходит. Наверное, пойдёт в кладовку. Вот эти два органайзера отдам мужу, чтобы он туда какие-то папки, документы поскладывал. И вот эту корзину тоже отдам мужу. Не знаю. Может быть на стол или в кладовку тоже поставит. И какая-то книга. Ну, это взрослая. На столе у неё здесь, в принципе, в столе всё организовано. Там по папочкам всё лежит. Здесь у неё английский. Тоже какие-то ещё учебники. Вот этот я и оставлю учебник, чтобы покажу, что я его нашла. Ну, и здесь в столе. Она здесь, конечно, уже пример с меня берёт. Очистки сюда прям складывает. Надо пропылесосить здесь. Какие-то карандаши. Блёстки. Ну, это папки. Ну, это её здесь всё. Скажу ей, чтобы она сама здесь навела порядок. Поэтому, что я её здесь наводила. В общем. Ну, здесь ничего лишнего, в принципе, просто пропылесосить. Нужно разобраться вот с этими двумя хотя бы немного. Итак, девочки, я тут немного разбиралась, посмотрела, что здесь. У неё здесь много каких-то блокнотов, записных книжек разных. А здесь вот как я тогда ещё наводила порядок. Здесь азбука вообще лежит. Альбомы. Альбомы для рисования. Какие-то её поделки, которые она не дала выкинуть. Рисунки какие-то ей важные. Поздравления там всякие. В общем, здесь, как я вижу, одни альбомы. Картон, тетради какие-то её. И там какие-то даже что-то делать для поделок, в общем. Мусор я уже вот то, что нашла, выкинула. Здесь ещё одна коробка. То, что мы оставляли с фломастерами. Разбирали. То есть, вот так вот, понимаете, да? Постоянно это всё покупается. И потом. Здесь окей. Слава богу. Здесь порядок. Порядок. Стаканчик какой-то. Это она в слайм играет, когда... Стаканчик её. А вот здесь я даже не знаю, что там. В общем, что в этом шкафчике? Это загадка. Микроскоп с разными камушками. Ладно, я его оставляю. Косметика. Косметика какие-то, блин. Стаканчики. Ладно, это я пускай оставлю. Пускай сама решает. Какие-то ленточки, одёжки. Это я без понятия, что это. В общем, какая-то мелочь. Плеймобиль или кто здесь. Ну-ка, вот вытащу. Шапку, видели? Тоже для куклы, что ли, на юге. В общем, какая-то мелочёвка, какие-то части от кукол я сложила сюда, потому что, ну, видимо, оно ей нужно. Косметику это тоже пускай остаётся. Вот этот стаканчик оказывается от мелков. А вот это вот всё я сейчас выкину, потому что мы с ней вот недавно выкинули кучу капсул от куколок Лол. Но вот это вообще от киндеров или от чего-то такого надо тоже выкинуть. Девочки, ну что, смотрите. Если не идеально, то, по крайней мере, всё чистенько. Отсюда тоже убрала её вот эту мелочёвку. Слаймы там, какие-то коробочки. Ну, в общем, мелочь вот это вот всё сложила. Всё здесь уместилось, а там как ей уже будет удобно. Здесь всё тоже нормально. Коробки, вот это я переставила в итоге вот эту штуку, коробку, корзинку, я не знаю, как назвать. Ящичек такой декоративный. Там тоже у неё какая-то мелочь где-то лежит. Там потому что у нас розетки вот для интернета, там что-то для скорости. И мне не нравится, как вот это вот всё выглядит. Вывалились ящички. Даже здесь кое-что пустое. А кое-что здесь лежит. Ну, в общем, какие-то у неё там замочки, не знаю. В общем, поставила. Она мне идеальненько здесь прямо так влезла. Всё закрыла, получается, видите. А вот этот поломанный, но я у неё спрошу, он ей вообще нужен, не нужен. Тоже пока здесь стоит, но как бы он так в глаза особо не бросается. Подставка под планшет, либо под её книги. Здесь тоже у неё в доступности. Ну, и здесь кое-что из декора. Такое лёгенькое. И вот так. Ура! Ура, ура, ура! Наконец-то! Теперь в подушку. Сейчас на место всё кину. Эта подушка такая. На ней на полу сидеть. Либо на стуле, не на полу. Из балкона её принесла, в общем. И мишка. Так. Вовожу чуть-чуть порядок. Ну вот и всё. Вот у неё и порядок. То есть сейчас заходишь. Ну и здесь и так в глаза не бросалось, да, вот этот бардак. Но зато теперь с этой стороны стало ещё получше. Единственное, у меня вот этот вот шкафчик смущает. То есть сюда, по идее, нужно вот такой какой-нибудь ящичек поставить, чтобы тоже это всё прикрыть. А вообще, ребят, знаете, на мой взгляд, у меня аж голова заболела. Но может ещё то, что я до сих пор болею. На мой взгляд, убирать детскую комнату – это самое сложное, это самое энергозатратное дело. Так что поддержите меня пальцем вверх. Надеюсь, я вас тоже смотивировала на уборку, на разбор шкафчиков, особенно детских. Фу, я устала, если честно. Сейчас пойду чуть-чуть полежу и буду готовить кушать. А вы ставьте мне палец вверх, подписывайтесь на мой канал, и мы увидимся с вами в следующем видео. Всем пока-пока и до новых встреч. Пишите в комментариях, какое видео хотите ещё увидеть от меня.